Есть такое понятие в Советском Союзе, по-моему, только в Советском Союзе такая история есть, понятие такое заслуженный артист, народный артист и так далее. То есть всякий человек, который живет в содружестве с функционерами, будь он в театре, будь он на радио, на телевидении, он как солдат, как слуга, выполняет от имени функционеров какие-то функции. Поет то, что надо, и не поет то, что не надо. Говорит то, что надо, и не говорит то, что не надо. И вот между тем настоящий народный артист в буквальном смысле рождается среди народа. Это может быть Высоцкий, это может быть Вердинский, это может быть Аркадий Северный. Вот именно то, что является истинно народным артистом, тот, кто именно поет то, как и сочиняет так, и нужен, и вот вот что нужно именно народу как таковому. И вот, собственно, сегодня мы понимаем, что Аркадий Северный не имел этого звания, так сказать, от функционеров, как и с Высоцкий, но в принципе он является народным творцом, в данном случае, советского пространства, да, или постсоветского пространства. И замечательно, когда вот такие вещи, как сегодня, происходят. Всё, появляется табличка, и вот здание историческое, что можно сказать. Спасибо тем, кто это продвинул, заказал табличку и договорился. Это очень замечательно, спасибо большое. Поздравляю всех с тем, что памятный знак мемориальной появился. Спасибо.